Ну а тем временем корью болеют уже не только дети, но и врачи. В областной больнице даже пришлось закрыть на карантин одно из отделений. Вирусная инфекция распространилась среди медицинских сотрудников, которые контактировали с зараженными детьми. По словам врачей, лучший способ предупредить заражение – это сделать своевременную прививку от кори, иначе можно ожидать тяжелых осложнений. У меня контактные по кори занимают целое отделение, и у меня закрыто сейчас на карантин одно отделение с корью среди сотрудников. Вот у нас санитарка заболела, 48-летняя женщина, которая находилась в контакте с коревым больным, ребенком. Она заболела и находится в данный момент в стационаре с тяжеленной коревой пневмонией. Кори относятся к числу управляемых инфекций. Что такое управляемая? Это та, против которой есть вакцина. И поэтому, если будет много людей вакцинировано, соответственно, большая иммунная прослойка, заболеваемость будет низкая. Ну, кроме того, медики напоминают и о сезонных опасностях. В частности, речь идет об энцефалите и бешенстве. Сейчас, в сезон пикников, как дети, так и взрослые подвержены укусом клещей и животных. Несмотря на то, что клещевой энцефалит в нашем регионе не распространен, медики все же советуют проверяться. Вот у нас в этом году действительно очень много клещей. Но что делать? Когда вы увидели клеща, вообще лучше всего прийти в приемное отделение, лучше всего либо это инфекционная больница, или отделение экстренной хирургии. Там у вас этот клещ удалят профессионально и положат, так сказать, пробирочку, и вы отнесете его на анализ, так сказать, чтобы посмотреть, насколько он опасен для вас. Ну и далее рекомендация, которой не стоит пренебрегать. В случае укусов даже домашних животных следует сразу же обращаться к врачам. Только медики смогут определить возможные риски. Спасибо.